сейчас у нас минус 5 но уже день утром было минус 9 сегодня у нас солнечная погода но мороз холодно выскочили увидели что я приехала и все выскочили и плотки и старые курочки амераукан слышали как красиво поет ну что идемте пример знает калитка вы чего выскочили красотулики мои что ждали меня до ждали мои красавицы ну все такие красивые чистенькие ну что красавицы идемте яйца собирать идемте показывайте что вы мне нанесли посмотрим так смотрите ящик пустой здесь я оставляла им вареную картошку съели все закрываю дверь здесь тепленько хорошо горит лампочка а мы соберем с вами яйца так не забываю ставить штопор чтобы у нас яйца не вывалились все так и открываем и открываем смотрите какая красота стойте штопор я неправильно поставила вот так вот красавчики наши ну соберем давайте соберем эти яйца так аккуратненько кладем не без этого все есть все как положено холодно ой руки замерзли не заглядывай мое ведро и сегодня я повешу градусник я наконец-то его купила и повешу в курятнике градусник для того чтобы мы знали сколько здесь градусов это яйца старых кур это у меня здесь сидят старые курочки я предпочитаю содержать кур отдельно старых от молодых я считаю что эффективность по яйценоскости будет гораздо лучше если содержать отдельно молодых курочек и старых здесь яичко так здесь конечно вы видите у нас проблемка здесь проблемка ну мы уже знаем кто это делает и пока морозы я разрешаю это котам делать конечно хотела бы вам сейчас показать корм у моих котов сейчас полные миски я приехала специально зашла сразу посмотрела у них полные полные миски так и по моему здесь курочка сидит несется это наша квочка в прошлом году было несется молодец так и вот столько яиц я собрала с нижних гнезд и сейчас мы посмотрим сколько яиц снесли курочки верхние гнезда это гнезда с вот такой вот дырочкой давайте посмотрим что у нас здесь ну вот и здесь есть три четыре пять шесть семь восемь яиц восемь яиц меня часто спрашивают про эти гнезда в комментариях я очень довольна этими гнездами и вот всем советую их сделать пока у вас сейчас есть время зимой у птицеводов и огородников есть побольше времени можно это запланировать и сделать их как раз так вот это яйца у меня старых кур и сейчас пойдем посмотрим что же нам снесли молодки что же нам снесли молодки так лесенке мне надо поставить пойдемте к молодкам сходим аккуратненько и все за мной бегут давайте мы закроем чтобы не выпускать тепло закроем а ну-ка покажите мне кто из вас хочет съесть яйцо кто никто не будет есть ну тогда вы молодцы все идемте посмотрим а белоруска все-таки не против бы наверное идемте к молодкам ждете а ну-ка покажите что у вас с яйцами там сейчас посмотрим открываем примерзла калитка вот здесь вот я беру сверху чтобы сетку не отодрать о открылась а ну отходите так здесь я оставляла им снег снег весь съели видите так ну идемте заходим лаз у них открыт все время и днем и ночью и зайдем вовнутрь так и что мы видим просили меня показать вот это ведро которое с водой я оставила возле входа так мы видим что здесь вода замерзла значит возле входа воду ставить нежелательно в этот раз я оставлю воду где-нибудь вон там подальше и там вода не замерзнет возле входа конечно вода замерзла в ведре вот такое дело смотрите вода замерзла картошку съели всю там я вижу яйцо лежит ой я дверь не закрыла и выходит все тепло так а ну-ка картошка съедена пустой пустой ящичек и яичко здесь какая-то курочка снесла яйцо не мерзло и видите яйцо целенькое так корм есть ракушка тоже есть ну и соберем яйца так вот смотрите отличительной особенностью как отличить петушка от курочки амираукана возле хвостика вот в этом месте смотрите свисают длинные вот такие перышки вот они хорошо видны возле начала хвоста свисают вот особенно здесь хорошо видно свисают перья перед началом хвоста длинные такие пасмы перьев это петух а у курочки таких длинных перышек нету ну и давайте будем собирать яйца потому что курочки уже готовы к сбору яиц посмотрим что нам снесли молодки молодильные яйца сколько у нас будут молодильных яиц сейчас хорошо неслись или не очень ну в принципе в принципе неплохо смотрите неплохо молодцы учитывая то что все четыре дня пока меня не было был сильный мороз ночью даже было минус 15 в одну из ночей было минус 14 минус 10 и вот сегодня минус 9 яйца по-прежнему несутся яйца по-прежнему ой вот только что чуть ну зачем ты наступила на эту перекладину яйца по-прежнему курочки несут ты смотри мне не не наступи на вот эту штуку на крышечку потому что сейчас полетят опять яйца ходят профессора так ну и будем собирать урожай давайте соберем яйца вместе кому-то это нравится смотреть кому-то это не нравится смотреть ну я все показываю что я делаю как я собираю яйца как я кормлю курочек как я их содержу все это я вам показываю ведь правда же если бы я вам показала как я содержу кур они показала сколько снесли мои курочки яиц вы бы не поверили бы мне а когда вы видите результат то тогда возникает вопрос и самый часто задаваемый мне вопрос просто очень часто мне его задают спрашивает ну чем же вы их кормите что у вас так несутся куры дело в том что чтобы куры неслись хорошо не обязательно задать вопрос чем я их кормлю потому что кормим мы все кур обязательно всех все мы кормим кур и я и вы кормите куры но почему-то у кого-то есть яйца а у кого-то их нет и вы тоже должны это сами понимать ведь мы же кур все кормим и никто голодными их не держат значит суть находится в содержание кур и я кормлю кур и вы кормите кур у меня яйца есть а у вас их нет допустим у кого-то а дело все в том что у нас с вами разные условия содержания кормим мы все кур одинаково плюс минус одинаково но условия содержания у нас разные поэтому я стараюсь показывать в своих видео что я делаю как я делаю и при каких условиях у меня несутся курочки вот еще два яичка спрятала здесь в этом месте все время яички прячутся так будто бы все собрала вот это осталось у меня одно надколотое вот курочка его кли клевала или может быть это котик его личка это так и убираю скорлупу яиц и буду убирать гнезда так все мы можем здесь закрыть у меня секретов от вас нет я показываю все абсолютно все чем я кормлю что я делаю и делаю это для того чтобы вы все могли сделать точно так же как и я угадайте куда я сейчас иду правильно я иду за голубыми яйцами а голубые яйца несут у меня араукана они у меня содержатся в отдельном вольере с закрытым лазом то есть они на улицу выйти не могут они сидят в помещении давайте зайдем к арауканам посмотрим сколько яиц они снесли нам сегодня так а ну-ка арауканчики живут у меня вот здесь смотрите показываю все как есть вода стояла у выхода с вольера и смотрите водичка есть замерзла это только верхняя часть вот вода у них есть чашечная поилка первая подмерзла а вторая которая находится дальше от выхода двери не замерзла здесь я им оставляла хлеб размоченный в воде вот и получается что если лаз закрыт клеенкой без выхода на улицу вода не замерзла и у птицы все время есть вода это при том что было на улице минус пятнадцать корм у моих арауканов всегда есть я вам покажу у них стоит бункерная кормушка вот она практически заполнена наполовину вот вы видите я вам подняла показала как она в рабочем состоянии и вот мои все арауканчики и с ними живет одна хохлатая курочка и она тоже уже несется ну вот я стою болтаю а даже не посмотрела сколько у меня голубых яиц давайте глянем вместе ой какая красота есть смотрите сколько уже увеличивается количество соберем эти яйца с каждым разом их становится все больше и больше одно здесь два три и четыре уже четыре голубых яйца уже четыре голубых яйца это меня не было четыре дня я приехала в этот раз на день раньше меня не было четыре дня и вот за четыре дня четыре яйца интересно это несется одна курица или это еще кто-то уже несется класс уже четыре яйца так и конечно же наша хохлатая курочка снесла два и здесь одно значит сегодня еще будет яйцо три яйца хохлатой меня не было четыре дня сейчас должно быть еще одно и вот это яйца это яйца приманки они у меня будут лежать пока что пусть лежат так и наверное я опущу эти шторки пусть они прячутся в гнездышке пусть прячутся в гнездышке опущу им шторку чтобы им было уютнее там находиться прятаться от петушков ой какой он голосистый этот араукан вот так вот все гнезда они уже знают куда нести знают поэтому нормально ручная курочка моя ты хорошая вот эта курочка точно несется иди ко мне идея тебя поглажу мою хорошую труженица моя как вам ее показать иди прячься от петухов давай прячься от петушков заходи в гнездышко туда заходи 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 прячься от них от них бармалеев прячься вот там и сиди да ты красотка моя красотка вот так вот у арауканов и амерауканов здесь у них тоже есть бункерная кормушка с кормовой ракушкой вот ракушка есть у арауканов и амерауканов я думаю что вот это тоже арауканиха занеслась она тоже такая крупная уже большая наверное она тоже несется молодцы девочки вот такие красивые курочки которые несут голубые яйца петуха а а и а и а а а Петух вытягивает солому из-под гнезда. Курочка была дикая, а как только начала нестись, она стала почти что ручной. Ее я спокойно могу погладить, потрогать, хотя она еще месяц назад была очень дикой. Так, забираю ей яйца и открою арауканом вольер, пусть они немножко погуляют на улице. Будете гулять на улице? Открою вам вольер, выпущу их немножко погулять. Давайте посмотрим, как они будут выходить гулять и пойдут ли они вообще гулять. 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 общая картина от то что делаю я вот так везде я насыпаю сено и подносистами тоже это все способствует теплу выработка тепла здесь будет идти от подстилки и тем самым у нас курочка спокойно перезимует и при этом будет продолжать хорошо нестись как и летом вот так вот раструшиваю хорошо совершенно не хотят арауканы гулять снег даже не затоптали опять зашли на свои места и сели на на сесты хотя птичка араукана заявлено как морозоустойчивая и очень хорошо перенес переносящая мороз и араукана при очень сильных минусах может хорошо нестись но тем не менее выбор птичка сделала сама они не хотят ходить на морозе они хотят сидеть тепле поэтому я их закрою и принесла я им тоже сено не хотят гулять закроем пусть греются они сделали выбор сами не кричите не кричите я просто принесла вам сено подсыпать не кричите мешочек и сейчас буду подсыпать несмотря на то что у них довольно сухо здесь грязно потому что их небольшое количество соответственно они здесь пачкают не сильно но все равно несмотря на это я буду подсыпать вот у меня насушенная сена очень прекрасная как раз сейчас для наших курочек и вот весь январь декабрь и февраль я буду подстилать именно сено именно сено в котором курочка сможет найти себе и питание то есть трава для формирования яйца сейчас тоже очень нужна молотка тоже обязательно надо сено и подносерцами и подносерцами тоже насыпаю красотища как летом запах невероятный стоит здесь от сена а я вам всем говорила собирайте сено летом сушите сено летом я вам всем всем в каждом своем видео летом говорила об этом что нам оно понадобится зимой а а а теперь я ведро воды поставлю подальше от лаза вот сюда вот сюда подальше от мороза подальше от лаза поставлю это ведро вот приблизительно ближе к насестом но не так чтобы конечно гадили в ведро чуть-чуть вот дальше от насеста и теперь это ведро приедем следующий раз и посмотрим замерзнет ли здесь вода а второе ведро с водой я поставлю в другое место я поставлю его вот здесь вот за поворотом вот тут вот вот здесь все таки будет теплее чем прямо возле лаза конечно возле лаза вода замерзла а здесь все таки будет на пару градусов теплее обязательно следите за тем чтобы вот эта ручка ведра оставалась в положении вниз это тоже опасность при том что вы оставляете своих курочек за не на несколько дней это тоже опасность там может застрять голова курицы то есть два ведра воды на мое количество кур будет достаточно вот та ситуация которую я вам рассказывала смотрите лед есть но снега нет это лед видите конечно может там курочка ходить клевать и на крайний случай даже они могут через сеточку поесть снег в соседнем вольере что они и делали я так думаю вот но это на тот случай если нет снега если есть снег переживать не стоит и можно даже курочкам воду не ставить если есть много снега но так как у меня этот вольер небольшой я все таки поставлю вовнутрь воду араука нам дала хлеб вот это ведерко будет у них стоять это не значит что они его съедят прямо сейчас все ну в течение двух дней я думаю они его съедят потому что птицы не голодные у них есть всегда корм бункерной кормушки поэтому хлебушек они будут кушать дня два девчонки боятся слазить вот 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 хлеб размоченный в воде это не сухой клей хлеб это в воде размоченный два раукана абсолютно одинаковые с желтыми головками но гребешки у них абсолютно разные у одного листовидный а у второго вот такой вот как розочка то есть два одинаковые одинаковые расцветки петушка имеют два две разные формы гребня кушайте кушайте хлебушек и хорошо несите мне яйца и чистую воду я принесла рауканом и в этот раз я хочу поставить не возле выхода а вот здесь вот тоже подальше от входа подальше от входа и там вода у нас не замерзнет это я знаю уже точно и на такое количество кур с петушками ведра воды будет им достаточно несу лакомство это размоченный хлеб достать не могут да не злитесь я сейчас вам дам злится что не может достать идемте идемте даю даю всем будет хлеб хочу поставить вот здесь ближе кукусям чтобы они тоже подошли поели ой стойте 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 все ставлю вот так вот поближе кукусям потому что они у меня стеснительные не могут и не успеть попробовать хлеб куры все съедят быстро поэтому я ставлю вот так вот по центру вольера и гуси тоже кушают хлеб сейчас они поедят этот хлеб а когда я уже буду уезжать я занесу это ведро в помещении и доедать они уже его будут в помещении и посмотрите как хотят молотки видели что старым курочкам повезло а ну тихо а ну тихо и сейчас буду давать молоткам они тоже заслужили они тоже заслужили они тоже заслужили они снесли яиц даже больше чем старые куры это вы видели ну и конечно же я покажу вам чем я кормлю свою птицу кормлю я ее вот такой зерно смесью здесь у меня кукуруза пшеница и семечко подсолнуха кукуруза у меня здесь в данном случае битая но я больше всего люблю вот такую битую не дробленную а битую которая меньше пыльная но если у меня нет бита я даю целую кукурузу если это взрослая курица то ей без разницы какая какое зерно может быть и целая может быть и битая это есть разница для цыпленка двухмесячного трехмесячного там я точно только битую кукурузу даю а если это взрослая курочка не сушка то здесь может быть или битая кукуруза или же целая засыпаю эту снизу засыпаю эту смесь в бункерную кормушку и птица у меня кушает несколько дней ее меня спрашивали сколько вмещается в эту бункерную кормушку зерна ну точно сказать я не могу где-то приблизительно два мешка сюда помещается и то смотря какие конечно мешки я никогда не замеряла я просто знаю приблизительно сколько мне надо оставить курочкам корма чтобы они были не голодные пока я отсутствую и вот такое количество я оставляю с запасом еще и с запасом это что касается корма но опять же хочу вам сказать что на мой взгляд корм играет роль на яйценоскость но это не главное главное соблюдение условий в комплексе в курятнике должно быть тепло в курятнике должно быть светло лампочка у меня горит 24 часа в сутки курочка должна иметь зеленую травку если это зима то это сено и еще в рационе у курочки обязательно должна быть кормовая ракушка я это не устаю повторять и всем-всем это говорю кормовая ракушка включенный свет и курятник без сквозняка и тепло даже если вы не можете сделать так чтобы здесь было тепло очень тепло в курятнике сделайте так чтобы не было сквозняка и если вы соблюдаете все эти условия то тогда курочка ваша будет нестись хорошо то есть когда мне задают вопрос чем вы кормите своих кур что они так хорошо несутся я бы немножечко подкорректировала этот вопрос как вы содержите кур чтобы курочка неслась и так как я оставляю своих курочек на несколько дней самих у моих курочек в свободном доступе есть корм у них корм есть всегда они могут подойти и покушать поэтому нужно еще дать курочке овощи овощи будут способствовать тому чтобы курочка не зажирела чтобы чтобы ее питание было сбалансированное и не стоит переживать курица не зажиреет и будет нестись и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сидят напротив солнышка и греются Смотрите, ни слева, ни сели, ни справа А именно там, где идет солнышко Поэтому, когда будете проектировать строительство курятника Строите так, чтобы днем солнышко светило прямо на двери Это самое лучшее расположение курятника Сидят прямо на солнышке Капусту я даю курочкам Вот так прямо целыми кочанами кладу И они в свободное от работы время будут ее клевать Кто захочет, тот и поклюет Капусту я не тру, ничего с ней не делаю Просто вот так кочанами кладу Гнезда я все почистила и помыла Хлеб поставила в помещении, чтобы он здесь не мерз на улице И забираю Если что-то снесли Сейчас глянем вместе с вами Ой! Как хорошо, что здесь было настелено много соломы Смотрите, яйца упали И они целые Я не поставила ограничитель И благодаря тому, что здесь мягкая, толстая подстилка Яйца целые Вот это да! Вот это я раззява Вот так Вот эту вот подставочку я не открыла И два яйца вывалились Ну и оставляю, конечно, овощи В этот раз это будет морковка тертая И капуста Если в прошлый раз я оставляла картошку вареную То в этот раз я уже даю другие овощи Я все время меняю Чередую А в следующий раз я буду давать сырой буряк Это тоже очень влияет на яйценоскость Это все входит в состав содержания кур То есть это ответ на тот вопрос, который мне часто задают Чем же вы кормите кур, что они у вас так хорошо несутся? Свет горит в курятнике У них всегда есть корм У них всегда есть овощи Ну и самое главное Это в курятнике должно быть тепло И капусту я тоже решила занести в помещение Здесь все-таки она будет более мягкая И не будет мерзлая Ну вот так вот И вот где тепло, там курочки и находятся Видите, они все собрались в курятнике Здесь тепленько, конечно же Поэтому все это в комплексе влияет на яйценоскость На количество яиц влияет не состав корма А в комплексе уход за курочками В комплексе все вместе влияет на это Овощи я чередую Если в прошлый раз я давала картошку То в этот раз я дала морковку и капусту Ну вот так вроде бы все рассказала Секретов у меня от вас нет Если у кого-то будут еще вопросы Задавайте в комментариях Я обязательно отвечу Спасибо за просмотр Всего всем хорошего И как всегда Я желаю вам Столько яиц, сколько у меня Я желаю вам Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр